Девушки отдыхают Просто каждому сказать Вы очень люди Помните это Живите достойно того звания В которое вы призваны Бог нас призвал Отделил себе Ты должен помнить Что ты отделен Богом Для него Для Бога И это потрясает Что Господь Он взял нас Он взял нас в себе Чтобы мы принадлежали Ему Когда мы приносим жертву Самое главное в этом Друзья Понимать Что жертвы Это то Что было Началом всего И что будет в вечности Что это значит Вы посмотрите только Начало Библии Начало истории человека Первые люди Первые люди Которые были Сыновья Адама и Ева Каин и Авин Они приносили жертву И Авин Принес жертву Которую Бог принял Но Каин принес жертву Он принес жертву Но Бог ее не принял Именно поэтому и говорится В книге Левит 22 главе 29 стихом Что приносите Господу Жертву благодарения Так Чтоб она приобрела Вам благоволение То есть Чтобы Бог ее принял Что это значит Когда Бог принимает Твою жертву Ты Переживаешь Его благоволение На своей жизни То есть Ты понимаешь Что твоя жертва Она была принята И она Приобрела Благоволение Для тебя Помазание Я сейчас переживаю Именно поэтому Когда Мы приносим жертву Главное правило Которое Должно было Соблюдаться И это было От начала времен И что это за правило Бог Сам Говорит нам Об этом правиле В книге Малахи В первой главе Там говорится Что Мы должны Приносить Богу Жертву Лучшую И 14 стихом В первой главе Малахи Говорится Проклят Лживый У которого В стадии Есть Неиспорченный Самец А он Приносит Жертву Худое Слепое И так далее То есть Бог говорит Что вы Приносите На мой Жертвенник Худое Слепое Поврежденное То есть А у вас Есть что-то Что вы Оставляете себе Лучшее И вот Лучшее Нужно Приносить Богу Это Всегда Самое Главное Правило В книге Левит В 22 главе 22 стихом Говорится О том Что Нужно Приносить Богу Жертву И Говорится Так Что Пусть У жертвы Не будет Повреждений Не будет Пороков Нельзя Приносить Слепое Нельзя Приносить Поврежденное То есть Только Полноценное Только Полноценная Жертва Должна Быть На жертве И вот Ты должен Понимать Что Когда ты Приносишь Богу Что-то То Лучше Сделать Все правильно Отдать Богу То Что Для тебя Лучшее Что В твоей Жизни Лучшее Чтобы Ты Увидел Что Бог Твое Жертву Принял Ведь Бог Он Смотрит На Тебя Он Смотрит На Твою Жизнь Он Смотрит Вообще На Все Что Ты Можешь На самом Деле И Он Сам Бывает Даже Дает Жертв Вот Ты Должен Богу Приносить То Что Может В твоей Жизни Еще Никогда Не Было Но Ты Ставишь Себе Такую Цель Это Как Знаешь Желание Сердца У Тебя Просыпается Я Принести Богу Десять Тысяч Долларов И Знаешь Для Меня Это Была Неподъемная Сумма Но Бог Сделал Так Что У Менять Деньги Оказались И Я Принес Это Богу Но Потом Я Мечтал Принести Богу Сто Тысяч Долларов И Знаете Друзья Не Так Просто Все Ведь Я Не Мог Найти Так И Деньги Но Я Принял Решение Что Я Принесу Это Богу И Пришел Момент Когда Я Принес Первые Сто Тысяч Долларов Когда Это Произошло Я Не Знаю Я Был Счастлив И Потом Много Раз Я Приносил Я Даже Не Могу Сказать Сколько Это Очень Много Раз По Сто Тысяч Долларов По Двести Тысяч Долларов По Триста Тысяч Долларов Но Я Мечтал Принести Богу Уже Миллион Полной Суммой И Пришел День Когда Был У нас Колледж И Мы Собирали Деньги Тогда Жертву На Телевизоры Гонкоцентры И Я Помню Как Я Поролся За Эту Жертву Господи Это Просто Знаете Целая Война Была Но Бог Сделал Чудо И Я Смог Принести И Я Помню Как Я вышел На И Миллион Долларов Я Положил На Жертву И Я Знал Что Когда Я Приношу Миллион Долларов Бог Даст Мне Десятки Миллионов Я Это Понимал Но Самое Главное Для Меня Было Я Мечтал Принести Это Богу Что Он Это Принял Для Меня Это Было Важно Самое Главное В Жертве Это Иметь Цель Чтобы Богу Твоя Жертва Понравилось Чтобы Он Принял И Вот Это Самое Самое Прекрасное Что Ты Можешь Пережить Когда Ты Знаешь Духе Что Ты Сделал Все По Слову Божьему Принес Что Без Порока Без Повреждения То Эта Жертва Оказалась Классной Эта Жертва Оказалась Такой Которая Достигла Божьего Престола Это Как Жертва Это Как Своего Молитва Понимаешь Когда Ты Приносишь Жертву Чаще Всего Что Мы Делаем Когда Мы Жертвуем Мы Жертвуем Потому Что У нас Есть Мечта Мы Жертвуем Потому Что Бывает У нас Есть Нужда Бывает У нас Есть Что Чего Желает Наше Сердце И Мы Как Б Сеем Этим Мы Как Показываем Богу Насколько Мы Сильно Хотим Чтобы Наше Желание Исполнилось Чтобы Бог Совершил Чудо И Мы Поэтому И Жертвуем Помазание Сейчас Переживаю Аллилуйя О мой Бог Хвала Тебе Хвала Тебе Хвала Тебе Помазание Твое Пусть коснется Каждого Сейчас Помазание Твое Божие Пусть коснется Каждого Молю Тебя Во имя Иисуса Христа Благослови Великий Бог Аллилуйя Спасибо Тебе Ва 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 Как Благословь Аллилуйя Знаете Я смотрю На небеса Посмотрите На эти небеса Посмотрите На эти Облака Какая Красота Боже Я смотрю На эти Облака И Мое сердце Взывает К Нему Чтобы Он Пришел Чтобы Он Явил Свою Славу Чтобы Он Совершил Чудеса Боже Мой Аминь Спасибо Спасибо Тебе Господь Что Аминь Я хочу Сказать Бог Он Простирает Тебе Свою Он говорит сегодня к тебе, принеси жертву такую, чтобы она приобрела благоволение, чтобы на тебя пришло Божье благоволение, чтобы Его благая воля начала исполняться в твоей жизни. То есть благая воля Бога на твою жизнь, на твой каждый день, твой каждый мир, она сходит. То есть ты живешь, бывает, и ты живешь вне благоволения Божьего. Ты живешь, и ты идешь по какому-то бездорожью. Твою жизнь, ее как будто написал кто-то другой, но не Бог, точно. И ты повторяешь судьбу своих предков, возможно, своего прадеда, возможно, своего деда, а может, отца или матери. И повторяется судьба родителей. И вот послушай, когда благоволение приходит на твою жизнь, то благая воля, то есть самое хорошее, что Бог придумывает для тебя, оно исполняется в твоей жизни, самое лучшее, что Бог думает, чтобы сделать тебе, оно начинает реализоваться в твоей жизни. Поэтому сегодня жертвуй, иди в этом до конца. Потому что Иисус сказал, явившись Иоанну, апостолу на острове Патмос, Он сказал ему, воскресший Христос, проговорил ему прямо, побеждающему и соблюдающему дела мои до конца, дам власть над язычниками. И он будет постиг жезлом железным, и они сокрушатся, как сосуды глиняные. И вот послушай, соблюдающему дела мои до конца, вот ты должен идти в жертвах своих до конца. Может ты уже принес жертву, но ты чувствуешь, что надо еще приносить. Может быть еще приносить, и еще приносить, пока не придет момент, что ты будешь знать. Вот Бог явился, Он коснулся тебя, Он сошел на тебя силой своей, Он сошел на тебя откровением своим, Он сошел на тебя, обетование оживил для тебя, благоволение сошло на тебя. Вот этот момент, ты должен пережить его, пережить его во всей полноте, во всей силе и во всей славе. Ты должен идти до конца побеждающему, борьба с плотью, борьба с демонами. Ты знаешь, дьявол не хочет, чтобы ты приносил жертву, дьявол не хочет, чтобы ты прославил Бога, дьявол не хочет, чтобы на тебе была слава Божья, дьявол хочет тебя контролировать, поэтому он будет посылать свои мысли тебе. Как Анане и Сафире, он посылал мысли. И Петр сказал, Анане и Сафире, в пятой главе Деяний, он сказал, для чего ты допустил вложить сатане в сердце свое мысль солгать Духу Святому. То есть он приносил как будто лучшую жертву, а на самом деле она не была лучшей, потому что он спрятал что-то, именно то спрятал, именно то сохранил, что и делало жертву его лучшей и угодной Богу. Но он повредил жертву, и поэтому он принес Богу неугодное. И знаете, друзья, солгать Духу Святому, он допустил сатане вложить в сердце свою мысль. Дьявол посылает мысли, дьявол использует людей, которые будут говорить тебе. Но ты должен победить побеждающему и соблюдающему дела мои, говорит, до конца. Дам власть. Ключевые слова. Дам власть. Язычество – это демоны. Язычество – это поклонение бедцам, поклонение идолам, поклонение демонам конкретно. То есть значит язычество – это демонизация. И Бог говорит, что Он даст власть тебе над демонами. Конкретно Он поставит тебя над дьяволом. Ты будешь наступать на демонизацию, на демонов, на бесов. Они будут бояться тебя, потому что власть будет дана тебе самим Богом. Самим Богом. Поэтому сегодня приноси Богу жертвы. Иди до конца в этом. И это твой путь, чтобы дойти до конца и пережить благоволение Божие на своей жизни. Да благословит тебя Господь. Я благословляю тебя на то, чтобы ты пережил, как Дух Святой будет вкладывать тебе мысли. И как Гедеону показывать, что тебе принести в жертву. Пусть эти два тельца, они будут принесены тобою. И пусть ты, как Гедеон, переживешь, как обычный человек, стал великим человеком. Гедеон стал судьей Израиля. Ты должен стать человеком, от которого будет зависеть жизнь других людей. И Гедеон принес спасение множеству людей, и ты принесешь их. Спасение, потому что ты будешь тем светочем, тем благословением, которое люди будут переживать благодаря тебе. Аминь. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok